Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Конец года, конец строек. Председатель кабинета министров Чуваши Иван Моторин проверил строящиеся детские сады и другие объекты. Арест автомобиля за долги по ЖКХ. Судебные приставы вместе с прокуратурой вышли в рейд. Сначала на очистку, только потом в Волгу. В Чебоксарах строят очистные сооружения для ливневой канализации. День Конституции Российской Федерации Острые социальные, экономические и бытовые проблемы люди рассчитывают решить с помощью власти. Причем не только свои личные, но и общественные. Двугоустройство, ремонт дорог, строительство особо важных объектов. А еще вопросы имущественного характера, собственности и многие другие. В 30 лет у нас клуба нет. Был клуб. Если нет, ног не посвалили. Сидите, пожалуйста, смотрите, клуб делайте. Рассмотрим мы. Георгий Михайлович, сейчас смотрим. Суть обращения есть. Прием граждан также проходил и в администрации столицы. Специалисты консультировали людей по вопросам раздела имущества, оформления земельных участков. Жители поселка Альгеши у по улице Айзмана беспокоят отсутствие уличных фонарей. Мы сказали, на месте приедем, посмотрим, поговорим. Надеюсь, что положительно решится вопрос. Вот уже 15 лет по разным инстанциям ходит Владимир Ильин. Вроде бы купил давно новое жилье, а переехать туда не может. Платить за то, чем он не пользуется, собственник не согласен. Мансарда, которая по договору является частью нового жилья, как таковым жильем считаться не может. Квартира невозможна жить. Там и горячей, холодной воды нету, потолков нету, наружных стен нету, не завершена штукатурная работа, электричества на мансарде нету. Недостроена квартира по Максиму Горько 26, квартира 23. В 2005 году Госкомиссия приняла этот дом как восьмиэтажный. Чебоксарка Елена Гаврилова обратилась с просьбой помочь разобраться с земельным участком, который принадлежит ее близкой родственнице. Но вопрос собственности оспаривается. По многим проблемам, требующим незамедлительного решения, даны поручения ответственным лицам. Обращения граждан возьмут на контроль. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах в ближайшее время должны открыться сразу несколько важнейших социальных объектов. В рамках национальных проектов в столице региона возводят детские сады, школу и центр по хоккею при кадетском корпусе. Сегодня председатель кабинета министров Чувашии проинспектировал работу подрядчиков. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Строительство регионального центра хоккея на финишной прямой. Уже почти готова ледовая арена. Сложнейший этап оборудовать систему подачи и заморозки воды для заливки катка. А это более 20 километров труб. А это холодильный комплекс сердца катка, где и будут производить лед. В ближайшее время камеру подключат к системе коммуникаций, которые будут охлаждать воду до оптимальной температуры. Основой катка станет эта система коммуникаций под армированной сеткой, куда и будет подаваться вода. 26,5 километров у нас трубы у нас идет. На заморозку видно. Два вида. Первый идет подогрев трубки, потом армированный слой идет и сверху уже идут охлаждающие трубки. И бетон 120 миллиметров. 12 сантиметров. То есть все это сделано? Да. Все сделано. Будет готовая каркаса, закрытая импульс. То есть здесь, да? Да. На 300 метров. 300 и 6,5 метра. Ледовый дворец может быть открыт и раньше намеченного срока, весной следующего года. Председатель кабинета министров Иван Моторин отметил, что с появлением этого спортивного комплекса хоккей в республике поднимется на новый уровень. Объект хороший. Я думаю, будет служить долго на благо наших детей и горожан. Мы видим, что подаются сейчас все энерго, электроэнергия, вода, тепло на объект. И в январе месяце фактически будет завершена чистовая отделка. До конца этого года должен открыться и детский сад в микрорайоне Солнечный. Правда, пока по строительной площадке приходится передвигаться, лавируя между паутинами проводов и только что побеленными стенами. Подрядчики рискуют сорвать намеченный график. Иван Моторин поручил ускорить темпы. Правительство республики все свои обязательства выполняет. Деньги есть? Если есть, я еще раз говорю, процентовки оформляйте. У нас вопрос в течение часа все делает. Принимает город, оплачиваем. Я не сомневаюсь, что министерство сейчас не задерживает. У нас вообще вопрос в том, что заинтересованность в этом не задерживает. Город принял, мы оплатили. Город принял, мы оплатили. Средства есть? Ну, усиливаться надо. К открытию детского сада, которое намечено на ближайшие дни, готовятся в жилом комплексе «Новый город». Сюда уже завозят мебель. Настолько масштабных задач перед республикой еще не стояло, отметил Иван Моторин. Только в столице региона до конца года должно открыться 10 детских садов. Задача не снимается. Выполнение идет напряженно. Вы сами видели. Разная готовность, разные подрядчики. Где-то испытывают трудности и финансовые со стороны подрядной организации в первую очередь. Если где-то, наоборот, к объекту приступили, вот как в предыдущем детском саде были в сентябре месяце. За 4 месяца вытянули, кажется, проваленный объект. Так что все зависит в первую очередь от организации труда. В рамках национального проекта в новом городе возводят и школу. Построить школу в новом городе, пожалуй, сравнимо с задачей возвести именно как квартирный жилой дом. Но работу подрядчики планируют завершить уже в следующем году. Ключевая задача – решить проблему второй смены в школах республики. Только здесь за парты сядут более полутора тысяч учеников. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика. Более 2,5 миллионов рублей. Такая задолженность за услуги ЖКХ накопилась у жителей Мариинско-Посадского района. Месяцами злостные неплательщики игнорируют квитанции за уже предоставленные коммунальные услуги. Работу с должниками ведут судебные приставы совместно с прокуратурой района. Они вышли в рейд по уже известным адресам. Чем чреваты долги по коммунальным платежам, выясняла моя коллега Наталья Мальчикова. Платить за воду, свет и тепло вовремя, не дожидаясь начисления пений, хотят не все. Однако безнаказанным такое не остается. У вас 13 тысяч рублей. Это не такая большая сумма. Хозяйка квартиры на месте оплатила часть задолженности. Остаток обещала погасить с пенсии. Но были и такие, кто попросту не открывал дверь приставом. Для тех, кто не идет навстречу предложению оплатить долг, принимают более серьезные меры – арест имущества. Так, за долги по ЖКХ судебные приставоисполнители арестовали автомобиль одного из должников. Владелица машины задолжала 35 тысяч рублей. Плательщик должен рассчитаться по выставленному счету в кратчайшие сроки. Иначе будут применяться меры. Арест будет наложен. У вас будет 10 дней для погашения задолженности. Если в течение 10 дней вы не погасите задолженность, соответственно, сумма это имущество будет реализована. Проще говоря, машину продадут. Деньги направят на погашение долгом. На всех должников, физлиц, подаем в суд мировой участок. Далее судебные приказы подаем службу судебных выставок для принудительного взыскания. Имеется реальная угроза, что «Газпром» и «Газпром» могут нас ограничить в поставке своих ресурсов. Что может сказаться негативно на добросовестных жителях нашего города. Ограничение на выезд за границу запретно при регистрации имущества рейды по должникам. Такие предупредительные меры, по мнению судебных приставов, снижают общую задолженность. К злостным же неплательщикам услуг ЖКХ применяются радикальные меры воздействия. Вплоть до выселения из квартиры. Предварительные итоги рейды таковы. Некоторые должники, чтобы избежать ареста имущества, оперативно оплатили долги через терминал. Всего за пару часов было взыскано 82 тысячи рублей. Наталья Мальчикова, Республика. Что происходит за зеленым забором рядом со столичным торговым центром «Каскад» на заливе? Это сегодня выясняла наша съемочная группа. Там строят очистные сооружения для ливневой канализации. Ольга Пырочкина подробнее. У Чебоксарского залива со стороны Кольца есть накопительный пруд. В него впадают две речки – Чебоксарка и Трусиха. А еще ливневая канализация. В нее с городских дорог собирается вода во время дождей или таяния снега. Сейчас все, что попадает в этот пруд, без очистки прямиком идет в Волгу. Однако уже в следующем году ситуация изменится. Здесь строят специальные очистные сооружения. Ливневая канализация и вода с реки Чебоксарка и Трусиха будут собираться в накопительном пруду. После этого насосные станции подаваются на ямкостные очистные сооружения. После очистки подаются в чистый пруд. А с чистого пруда насосная станция откачивается в реку Волга. Строительство очистных идет в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги». Он, в свою очередь, входит в национальный проект «Экология». Всего на это мероприятие выделена сумма 240 миллионов 120 тысяч рублей. В 2012 году предусмотрено финансирование в размере 104-5 миллионов рублей. Этот объект достроят в следующем году. Тогда же начнут еще один очистные для ливневых стоков северо-западного района города. Их разместят в микрорайонах «Волжский-1» и «Волжский-2». Ольга Пырышкина, Валерий Резюков, Андрей Шоклев, Республика. 13 лет за повторное убийство в Новочебоксарске вынесли приговор жителю Мариинского посада, который летом этого года, сбежав из-под административного надзора, приехал в город «Спутник» и совершил преступление. В Новочебоксарске ранее судимый за убийство баринов снял квартиру. После посиделок в местном кафе пригласил домой случайного компаньона, с которым возникла ссора. В ходе конфликта, произошедшего на почве личных неприязней, будучи в состоянии алкогольного обвинения, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, нанес множество ударов руками и ногами по различным частям тела, затем вооружился с ножом, используя его в качестве оружия и орудия преступления, с целью убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, нанес клинком этого ножа не менее трех ударов в область расположения жизненно важных органов. После этого подсудимый, расчленив тело, избавился от него, выбросив в разные мусорные баки. Во всем содеянном Баринов признался. В результате правильно организованных следственных, оперативно-расследственных мероприятий, это убийство было раскрыто. Мы, поддерживая государственное обвинение, представили суду соответствующие доказательства. Подсудимый признан судом виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием его в колонии особого режима. В преддверии наступающего 2020 года в Чебоксарах начали продавать пиротехнику. Легально приобрести ее можно в 18 магазинах столицы. По избежанию несчастных случаев администрация города определила список торговых точек, которые торгуют по всем правилам. Магазины есть в каждом районе. С их полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Чебоксары. В дальнейшем будут организованы и специальные площадки для запуска пиротехники и фейерверков. За труд на земле. Список заслуженных работников сельского хозяйства Российской Федерации пополнился еще одной фамилией. Звание удостоен Николай Енидеров. Наша творческая группа побывала в Яльчикском районе, где он работает много лет. Для Николая Енидерова техника – дело всей жизни. Он всегда интересовался точными науками, конструированием. Именно поэтому после школы поступил в Ульяновский сельскохозяйственный институт. Получив диплом инженера, вернулся домой. Через его руки прошел чуть ли не весь парк сельскохозяйственной техники. Приобретение новой, ремонт старый – так набирался опыт. Сегодня Николай Георгиевич, главный инженер сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет», к новому званию еще только привыкает. Я, может, даже как-то стесняюсь этого слова, что я заслуженный работник сельскохозяйства Российской Федерации. Конечно, это очень признательно, я за это звание. Но в то же время это и очень ответственно. Фамилия Енидеров звучит как гарантия качества. Коллеги всегда обращаются к нему за помощью. В районе его все знают, все инженеры района с ним дружат, все к нему за советом приходят. Это звание достоин он, ему дали за многолетний плодотворный труд. СХПК «Рассвет» – многопрофильное предприятие, известное в республике. Здесь возделывают зерновые культуры и занимаются скотоводством. В работе 21 единица техники. Вся она под контролем Николая Георгиевича. Как человек творческий, он старается усовершенствовать отдельные процессы. В числе последних разработок – высокопроходимый разбрасыватель минеральных удобрений. По весне используем мы эту машину. Она не тонет. Проходимость очень высокая. И тонну удобрений забирает. Несмотря на возраст, Николай Георгиевич не собирается оставлять работу. Надо обучать молодых специалистов, чтобы была достойная смена. В каждом узоре история родного края. В Чувашии состоялся второй республиканский конкурс-выставка «Национальный костюм и современность». Экспозиция разместилась в Доме дружбы народов. Как одевались жители Чувашии в Бутни и по праздникам сто лет назад? Что можно сказать о человеке, судя по его одежке? И как народные мотивы находят отражение в современной моде? Ответы на эти вопросы искали 20 мастеров. Это дизайнеры, художники-модельеры, искусствоведы и даже школьники и студенты. Они представили на конкурс-выставку около 40 авторских работ. Были определены 4 номинации. Традиционный костюм, современный, сценический и этнографический в реставрации. Каждая коллекция несет свою смысловую нагрузку, раскрывает отношения автора к обычаям и традициям своего народа. Все мы знаем, да, в Чувашской республике проживают более 128 национальностей. Тут и костюмы Чувашии, тут и татары. Также не оставили без внимания костюмы на республике Северного Кавказа. То, что было создано нашими бабушками, дедушками, прабабушками, прадедушками, да, все мы знаем, история костюмов идет из рюля. Вы, несмотря ни на какие трудности, по личной инициативе, несмотря на материальные трудности, я понимаю, да, на финансовые, по собственной инициативе поддерживаете, развиваете национальные костюмы и продвигаете. Особая творческая устремленность, желание сохранить свою аутентичность дорогого стоит. И дело вовсе не в наградах, а в любви к своей малой родине. Лауреатами конкурса стали Ольга Шмелева, Людмила Маскина, Лариса Белова и Елена Матросова. Ифат Фадкулин, Республика. Меньше месяца осталось до завершения столичного фотопроекта 550 кадров. Новые лица, удивительные судьбы, незабываемые истории людей и города Чебоксары. Участником проекта может стать каждый. Подробности в сюжете. Этой фотографии более полувека. Она сделана в центре города у Чувашского драмтеатра. Девочке Розе на фото 6 лет. Она приехала в Чебоксары на экскурсию и влюбилась в город с первого взгляда. Вы знаете, в то время здесь залива не было. Не было и памятника Константину Иванову. Здесь была Красная площадь. А чуть дальше был парк имени Крупской. Там было очень много аттракционов. И в вечернее время играл духовой оркестр. А это старейшее здание Чебоксар и все Чувашии. Памятник истории и архитектуры федерального значения. Веденский кафедральный собор возведен в середине 17 века и до сих пор остается духовным центром всех верующих жителей республики. Валентина Познухова родилась в доме, который находился по соседству. И очень рада, что улица Константина Иванова осталась практически неизменной. Несмотря на то, что наш город очень сильно меняется в последнее время, я очень рада тому, что по-прежнему остаются наши замечательные вот эти волшеские места, на которые мы любим, ходим и будем приходить. И будут приходить, наверное, наши дети и внуки. А этот дуб – один из старейших в нашей республике. Ему почти 400 лет. Он находится недалеко от Веденского собора во дворах домов. Валентина Познухова помнит его с детства. Мое детство. Мы часто играли под ним, часто залезали на него. Мы очень гордились, что у нас во дворе растет такой красивый большой дуб. Это только две истории из жизни нашего города. Оставить след в летописи столицы и стать героем рубрики может каждый. Если у вас есть старые снимки на фоне нашего любимого города, интересные воспоминания, которые связаны с этими фотографиями, Мы ждем вас по адресу Проспект Ленина, 15, в редакции Национального телевидения. Самые яркие истории покажут в нашем эфире. Ольга Алексеева, Бахтиар Велиев, Валерий Резюков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать. До завтра.